Добрый день всем! Сегодня я решила приготовить очень вкусный банановый кекс. Я его однажды ела у своей знакомой. Она делала его по рецепту какой-то импортной книги очень известного автора, и он только на английском языке, к сожалению. Так что у меня ее нет, у меня есть просто рецепт, который она мне когда-то дала. Единственное, что там все измеряется в чашках, не в граммах, так как я делаю половину порции, так как на целую порцию у меня просто не хватит блюда, чтобы это все испечь. Буду тогда пробовать. То есть единственное, вот масло там указано как надо, да, то есть в граммах, все остальное в чашку. Значит, по штукам. Три банана. Бананы у меня очень переспелые, я целую неделю их готовила, кружилась над ними, чтобы никто их не съел вообще. Они черного цвета снаружи, внутри вот такие они желтенькие. Они очень-очень ароматные. Если делать просто с очень хорошо желтым бананом, с точечками вот такие, это не получится. Банан должен почернеть, вот тогда он готов. Вот. Орехи грецкие. Здесь у меня 78 грамм. Масло. По рецепту масло только сливочное. Я решила смешать кокосовое и сливочное. Получается. Тут у меня где-то 62 грамма. Соль. Соль, насколько я понимаю, по вкусу. Но я везде добавляю соль вот на сладости пол чайной ложки. Он хорошо, этот продукт оттеняет сахар. Два яйца. С0 у меня. И сода. Одна чайная ложка. Соду, кстати, я покупаю на iHerb. Я не использую нашу, потому что наша там с какой-то ешкой идет. Может быть, антислюживающий агент. Вот эта сода хорошая. По поводу сахара. Сахар там идет и белый, и коричневый. Белый сахар я вообще не использую. Я покупаю вот сахараджа. Это натуральный тростниковый сахар. То есть, это выпаренный сок тростника. Вот. У него очень такой, очень яркий-яркий вкус. В каких-то блюдах он даже может, ну, так скажем, его слишком много там по вкусу, да. И его аромат только ощущается. Вот. Я еще взяла фитопора. То есть, это основа. И его чай только добавлю. Может быть, пару грамм. Вот. Но сколько будет сахара в итоге, я скажу чуть позже. Буду делать по вкусу, потому что там все в чашках. И мука. Да, вот здесь, кстати, нету муки. Муку сюда поставлю. Сейчас я буду все мять. Так, бананы я помяла. Яйца. Там не написан порядок, что с чем смешивать. Я решила яйца смешать с содой и с солью. Так как у меня нету миксера. Ой. Придется мне выключить камеру и взять в руки миску. Иначе я ее разобью. Вот бананы я уже помяла. Яйца. Два яйца я решила смешать с содой и с солью. В рецепте не написан порядок, что как надо делать. Вот. Сейчас масло у меня растопится. По идее масло, наверное, в муку надо вливать. Да, наверное, я масло сейчас с мукой смешаю. А сюда я добавлю сахар, пожалуй. Вот я растопила масло. Сейчас сюда буду цельнозерновую муку. Ну, мелко цельнозерновую муку. Я взяла один вот такой граненый стакан. Не знаю, хватит или хватит. Буду пробовать. Так, ну, уже получается густовато. Сюда нужно... Сейчас я выключу камеру, замешаю хорошенько, потому что мне неудобно. Буду сюда яйца вливать. Ну, в общем, хочу сказать, что что-то пошло не так. Потому что у меня получается как-то мало теста. И оно очень плохо замешивалось в том порядке, в котором я решила сделать. Поэтому ванилин у меня сейчас уже некуда замешать. Я вообще забыла бросить яйца. Я его, пожалуй, положу в бананы. А потом бананы соединю вместе с тестом и орехи. Посмотрим, сколько получается на выходе. Если очень мало, то, наверное, придется делать еще, что ли, вторую часть. Но так не хочется опять все это дело замешивать. Вот, я вылила сюда бананы. Теперь сейчас буду перемешивать. Ну, вот такая смесь не особо получается густая. Нормально. Может быть, даже сюда немножко еще надо добавить муки. Наверное, я что-то выдобавлю. По сахару, кстати, сколько я добавила. Кростникового сахара вот такие две столовые ложки. И фит-парада две мерные ложечки. Там такие мерные ложечки, они прям такие маленькие. Тут получается вот один грамм фит-парада заменять две большие чайные ложки. В смесь я еще добавила пять столовых ложек муки с горкой. Ну, не с большой такой горкой, но с горкой. Вот. У меня получилось, в принципе, как вот на шарлотку я пеку. Я думаю, что достаточно будет. Сейчас буду смазывать форму и выливать туда. А вот, кстати, сама и форма-то. Я вспомнила, что она у меня занята. Это я вчера делала черчилу. И у меня остался вот этот сок. Я решила залить сюда, чтобы он немножко подсох. На кокосовой стружке у меня лежит. Потом я сюда высыплю грецкие орешки и рулетиком вот так заверну. Вот. По ходу дела придется сейчас уже рулетик делать. Иначе их не будет пирога. Я немножко этот сок виноградный подсушила в духовке. Буквально три минуты. Теперь посыпаем орешками. У меня крупный как-то так получилось. Конечно, помягче нужно. Вот. Я их вручную с тупкой. Как-то не хотела их в пыль. В общем, как-то так. Вот. Я взяла две шпажки. Сейчас я их буду одну в одну руку, другую в другую. И вот так потихонечку заворачивать. Но дело в том, что у меня, видите, слой получается толстый. Слой, наверное, в сантиметр, либо чуть побольше. Слой должен, по идее, быть гораздо тоньше. Вот. Но у меня так много осталось сока. Я не знала, куда я вообще его девать. Ну, попробую сейчас. Но вот с шпажками у меня не получилось. Потому что все-таки, видите, оно мокренькое. Это тесто. Поэтому я взяла две лопатки. И двумя лопатками скручиваю. Ну, вот у нас получились вот такие рулетики. Четыре штучки. По вкусу это что-то необыкновенное, я хочу сказать. Потому что это сок Изабеллы. Кто знает сам виноград Изабеллы, какое он ароматное. Какое ароматное вкусное вино. Тут может представить, как это пахнет. Я бы сказала, так это вот ленивая черщила. Вот. А настоящая черщила вот у меня висит сзади меня. Там целый батальон. Их будут, наверное, дней через 10 готовы. Ну, вот у меня освободилась формочка. И кокосовое масло я руками все сейчас смажу. И буду вливать тесто. Тесто, кстати, получилось не очень сладкое. Потому что я потом ведь добавила еще муки. Поэтому я сверху еще сыплю сахар. Насыплю его побольше. С ним, кстати, ничего не случится. Оно не почернеет, не расплавится. Какой-то сахар вот такой вот он интересный получается. И на 180 градусов поставлю. По рецепту написано 1 час. Ну, обычно в моей духовке. Это такая духовка интересная. Она не совсем духовка. Вот. Там приготовится, я думаю, за полчаса конвекции. Вот. Вот. Видите, он уже немножко там подтаивает. Ну, вот, собственно говоря, моя такая печка. Она небольшая совсем. LG. А у меня верхний подогрев. Конвекция. 180 градусов. И я для начала поставила на 30 минут. Посмотрим. Если не хватит, то значит еще поставлю. Ну, вот прошло 10 минут. Да, вот осталось сколько тут? 19. Уже тесто поднялось процентов, наверное, на 35. И аромат такой уже хороший-хороший. Вот осталось 2 минуты до окончания. Тут плохо видно, но он уже такой огромный. Уже просто гора такая, вулкан, разорвавшийся причем. И вот если я поставила бы на час, все бы уже бы испортилось давно. А здесь, вот видите, 2 минуты осталось. Ну, вот что у нас получилось. Я его вытащила, проверила. Вроде все сухо было на шпажке. Но еще поставила ровно на 3 минуты. И, в принципе, наверное, немножко подгорело. Но я перестраховалась. В следующий раз буду знать точно, насколько уже ставить. Вот я переложила текст на тарелку. Дно не подгорело вообще. Вот оно нормально. Все пропеклось. Вообще идеально. Вот. На вкус еще не пробовала. Сейчас попробую при вас. Так, так, удобно возьму кусочку. Очень воздушно. Очень-очень нежно. Мне сахара вот вообще не надо. Больше. Сахара даже очень много. По всей видимости, при нагревании как-то все это слаще стало. Причем это я сейчас пробую. Не верхушку, где сахар, да, а вот прям самое дно. Вот. Ну, я бы, знаете, что сюда положила? Я, в принципе, сюда кладу кардамон, выпечку. Сюда не стала класть. Подумала, может быть, оно как-то не очень хорошо будет звучать. Вот. Но я бы сюда положила бы кардамон. Ну, только такой свежий кардамон, который в стручках. Вот. А так очень вкусно, нежно, очень необычно. Кокос здесь не чувствуется. Вот кокосовое масло. Как, например, если бы делать кокосовые кексы. Да, вот много кокосового масла, вот этого всего самого кокоса. Здесь не чувствуется. Вот. Ну, хочу сказать, рецепт очень стоящий. Очень. Он очень интересный. Он такой непростой по вкусу. Он очень насыщенный. Вот. И считаю, что он красивый такой получился. Вот. Всем приятного аппетита!